Таджикистан По данным органов записи актов гражданского состояния, ЗАГС, в 2018 году в Таджикистане наиболее популярными именами для новорожденных девочек и мальчиков были в основном арабские имена. В прошлом году самыми популярными именами для мальчиков стали Идрис, Имран, Мухаммад, Абу-Бакр, Абдулла, Омар и Юсуф. Для девочек самыми популярными в том году именами тоже стали арабские. Марьям, Амина, Айша, Асия, Ханифа, Фатима и Хабиба. Об этом сообщает 12.01.2018 информационное агентство Азия+. По мнению таджикского филолога Мансура Суруша, все эти имена имеют арабские корни и происхождение, и имеют прямое отношение к исламу. Если до 90-х годов таджикистанцы большее предпочтение отдавали персидским именам, например, из книги царей Шахнаме, Фирдоуси, Сиявуш, Сухроп и тому подобное, то сегодня отдают предпочтение арабским, мусульманским именам. Это связано с развитием религиозной грамотности. По мнению наблюдателей, данная тенденция связана с ростом исламского сознания населения страны. Причем данное явление развивается вопреки воле властей, которые в 2016 году пытались запретить давать исламские имена. Многие ЗАГСы отказывались выдавать свидетельства о рождении с такими именами, как Мухаммад, Абубакр, Ясин и тому подобное. Но, несмотря на все это, жители Таджикистана стоят на своем и осознанно выбирают для своих детей ярко выраженные исламские имена. 21 января 2019 года в Красноглинском районном суде города Самара состоится заседание по делу признания исламских книг экстремистскими материалами. В частности, прокуратура требует запретить комментарии к Великому Корану Мухтасар, сокращенный Тафсир Аль-Куран Аль-Азим, Абуль-Фидаа Исмаила Ибн-Умара Ибн-Кассира Ад-Димашки и Абдар-Рахман Бин-Насир, толкование священного Корана, облегчение от великодушного и милостивого. Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абдар-Рахмана Ас-Саади в трех томах. Об этом сообщает портал Ансар.ру. Формальным поводом для инициирования запрета называется следующее. Согласно заключению лингвистического исследования УФСБ России по Самарской области номер 81 от 6 марта 2018 года, в упомянутых книгах содержится высказывание экстремистского характера. Напомним, что на сегодняшний день российскими судами запрещены сотни исламских книг, такие как «Жизнеописание пророка Мухаммада», «40 хадисов имама Ан-Навави», «Крепость мусульманина». Следует заметить, в сентябре 2013 года Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск транспортной прокуратуры города и признал экстремистским смысловой перевод священного Корана на русский язык. Однако после поднявшегося резонанса и массовых акций протеста со стороны мусульман по всей стране, уже в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение Октябрьского райсуда Новороссийска. Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца Исламбека Камалова, подозреваемого в участии в террористической организации, часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса. Об этом МБХ «Медиа» рассказал его адвокат Тимур Идалов. «Да, арестовали на два месяца. Никакой мотивировки следователь не указал. Мы довели это дело до суда. Однако суд это обстоятельство во внимание не принял», — сказал адвокат. «Я не знаю, может найдут какого-то засекреченного свидетеля, который...» По словам правозащитника Петра Курьянова, показания на Камалова дал засекреченный свидетель, некий сокамерник, который якобы отбывал вместе с ним административный арест. «Камалов Ида является членом Международной террористической организации». Камалов якобы рассказал о превосходстве ислама над другими религиями, а также заявил, что вступил в исламское государство и ездил в Турцию, чтобы примкнуть к запрещенной организации ИГИЛ. Эти материалы следователь подал в суд для обоснования требуемой меры пресечения. Напомним, что Камалов был задержан 12 декабря 2018 года в аэропорту Внуково по возвращении из Турции. У него изъяли телефон и все документы, связаться с родственниками и адвокатом не дали. Молодого человека повезли из аэропорта в отделение и по дороге, по его словам, пытались насильно напоить водкой. Затем он был приговорен к трем суткам ареста за злостное неповиновение требованиям сотрудников полиции. После выхода из спецприемника, после ареста, Камалова похитили сотрудники правоохранительных органов. Его силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, рассказывал адвокат. В тот же день Камалова приговорили к 15 суткам ареста за нецензурную брань в общественном месте. 28 декабря после выхода из спецприемника, Камалова вновь задержали и арестовали третий раз за месяц. Ему дали 15 суток, якобы за то, что молодой человек ругался матом возле хамовнического суда. Мы сейчас в прямом эфире и я препятствую незаконному лишению свободы. Продолжение следует...